Нужно разобраться, а кто ж такой Иван Дурак и почему он дурак? Что священно в русских сказках? И что высмеивают русские сказки? Ведь вопросов очень много. Иван Дурак, вот кто герой русских сказок. А почему дурак? Вы никогда не задумывались? Неужели он глупый? Ведь он показывает такую смекалку во всех сказках. Оказывается, что дурак это означает младший. Так называли самого младшего ребенка в семье. Но так как старший очень часто относится к младшим как к глупеньким, то постепенно лексическое значение слова дурак поменялось и стало равносильно глупой. В документах 15-17 веков слово дурак встречается в качестве имени. И именуется как отнюдь не холопы, а люди вполне солюдные. Князь Федор Семенович Дурак Кемский. Князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин. Московский дьяк Дурак Мишурин. До принятия христианства на Руси и долгое время после существовала традиция не называть детей взрослыми именами, чтобы их не похитили черти, живущие за чертой. То есть черти – это не только православное понятие, а раньше это те, кто жили за чертой. Пока они беспомощные. Взрослые настоящее имя ребенок получал на посвящении в 10-13 лет, а до этого носил ненастоящее детское имя. Большое распространение имели детские имена, образованные от числительных. Первак, вторак, третьяк, другак. То есть другой следующий. Теперь, когда вы знаете, что дурак – это самый младший, то вы поймете, что значение русских сказок в том, что не нужно недооценивать самых младших, что они, оказывается, бывают самые смекалистые. Добро побеждает зло в русских сказках. И у меня ребенок, кстати, сейчас постоянно спрашивает, мама, действительно добро побеждает зло? А почему добро побеждает зло? Он об этом уже задумывается. А что сильнее, добро или зло? Вот в русских сказках – добро. И мы, читая русские сказки, в это верим. Но есть еще один смысл в русских сказках. Вы знаете, что самое главное – быть честным, абсолютно честным. И держать слово, и держать клятву. Это очень-очень важно. И клятва самая сильная – это та, которую вы дали родной земле. Вот поклониться, встать на колени родной земли и покляться землей родной – это самое-самое-самое важное. То есть любовь к родной земле, она всегда прививается в русских сказках. Более того, для того, чтобы обеспечить себе помощь и обеспечить себе удачу в походе, потому что очень много героев сказок отправляется из дома куда-то, так вот, если он вынужден, и он отправляется куда-то, то он берет с собой родную землю, вот этот вот клочочек земли. И в русских сказках прививается вот эта святость к земле. Даже горстка земли даст тебе силу. И ты победишь, если ты будешь верен этой земле, и если ты всегда будешь верен своей клятве. Это очень-очень важный смысл, поэтому читайте русские сказки. Зло не так-то просто победить. Это всегда то, что в сказках при этом... При этом, когда человек проходит какое-то зло, он проходит по этапам. То есть сначала нужно победить одного Змея Горыныча, а потом о восьми головах, а потом головы увеличиваются, и силы увеличиваются. Когда я читала вот эту вот сказку, причем она в школьной программе, насколько увеличиваются головы и силы вот этого Змея Горыныча, который не во всех сказках, кстати, трехголовый, и вот увеличивается, и все сложнее его победить. А чтобы победить, нужно еще что-то, нужно обладание чем-то, какой-то мудростью, каким-то знанием, каким-то знанием способов его победить. И силы, это очень-очень важно. И мне, кстати говоря, вот эти Змеи Горынычи, они напоминают современные способы борьбы с вирусами. Вот чем больше мы с ними боремся, с инфекциями, вирусами, тем больше голов у них вырастает. Вот у меня такое ощущение, что Змей Горыныч, это как раз современная медицина, которая борется, борется, а головы у нее все увеличивается, увеличивается. Еще очень часто встречаются такие сюжеты, которые помогают нам понимать, что сила в единстве. Потому что в русских сказках, как только разделились герои, и каждый пошел своей дорогой, они теряют силу. И сейчас посмотрите, что происходит. Ведь вот более поздняя фраза «разделяю властвую», ведь она же тоже взята из русских сказок, потому что именно в них «возьми веник, раздели, и ты победишь, и ты сломаешь веник, а вместе вы едины». Герои, если разошлись, их по одному побеждают, а вместе их победить нельзя. И даже для того, чтобы их победить, их нужно разделить. Но я думаю, что русские сказки читают не только русские. Вот если вы читаете и понимаете, и не будете разделены для того, чтобы вас победили, то вы хорошо поняли русские сказки. А если кто-то прочитал и понял, как нас победить, надо просто нас разделить, и мы будем победимы. То он понял наши сказки лучше нас самих. И вот любой из героев сказки русской попадает в лес. Что происходит в лесу? Во-первых, всегда найдется помощник, который тебе поможет и подскажет. Это есть в абсолютно любой сказке. В сказке без благословения, то есть благого слова, которое тебя направит, лучше не отправляться. И во многих русских сказках обязательно встречается мудрец, который тебя направит. Либо ты должен получить благословение от отца, который тебе скажет доброе слово, которое тебе поможет в самый важный момент. Либо ты это слово где-то узнаешь или где-то прочтешь. То есть всегда есть какая-то подсказка, и всегда только через мудрость можно преодолеть все препятствия и благодаря этой мудрости победить добром, например, злом. Очень часто помощниками являются животные. Но не просто животные. Есть определенный круг таких священных животных, которые всегда есть в сказках. Ну, например, очень часто почему-то именно образ медведя становится священным, и он всегда помогает. Причем сначала человек ему может помочь, но и потом и медведь обязательно поможет. То есть медведь это какое-то доброе существо. Он никогда не бывает злым. Волк, ведь серый волк, да, про молодильные яблоки, если вы вспомните сказку, он тоже очень часто выполняет именно роль хорошего помощника для человека. Ведь человек приручил собаку, сделав ее из волка. То есть волк это такое тоже священное животное, и было оно очень-очень долго священным. Пока в советские времена образ волка немножко подменили нам. Вообще про подмену образов советских я сделаю отдельно тему, насколько это опасно подменять вот эти образы и к чему это приводит. Так вот, современное восприятие у детей волка, если он не по сказочному, а по мультфильмовскому смотрит на этого животного, это страшный, это злой, это кровожадный, это такой плохой хищник. Еще священное животное, которое все время фигурирует в сказках, это сокол, который очень часто помогает. И из водных жителей, почему-то щука. Щука встречается в нескольких сказках. Она помогает добыть яйцо для того, чтобы победить Кощея Бессмертного. Она у нас помогает Емеле. Почему-то именно щука, хотя это достаточно серьезный хищник, помогает человеку. Вот почему именно эти животные являются священным. А сокол, это тоже образ, который является священным. И он до сих пор на многих славянских гербах и городах в том числе находится. Например, на гербе Украины до сих пор нарисован сокол. Случайно соколами называли своих суженных. Сокол это самый смелый, самый отважный, афенист ясный сокол. Но это самый-самый желанный жених. В русских сказках любое волшебство реальное. И все, что было волшебным в русских сказках, оно фактически сейчас изобретено. Или мы все абсолютно верим, что будет изобретено очень скоро. Еще русские сказки обладают невероятной силой предвидения. Вот откуда наши предки знали столько, что случится в будущем. И из-за того, что все, что было в русских сказках, оно настолько реально и правдиво, мы верим в то, что это не просто сказка, а правда. Настолько все там реалистично и приближено к жизни, потому что мудрость исходит не из фантазии, а из мудрости жизни. Тарелочка с яблочком. Катится себе тарелочка, катится и видишь, что ты происходишь. Современные веб-камеры. Гемель на печи. Ну скажите, лучше же ездить в автомобиле. А клубочек? За сколько лет наши предки предугадали, что без навигатора, ну просто никуда. Молодильные яблочки? Ешьте побольше яблочек и будете молодыми. Ну наверное, скоро и это средство изобретут. Но достанется оно только самым достойным. Поги скорохода. Мой ребенок сразу сказал, да это же ролики. Первый скрытый смысл, он абсолютно очевиден, это обучение. Потому что в русских сказках очень много чему можно научиться. Ну например, счету. Вы берете три медведя сказку, начинаете считать и посмотрите, с каким понятием вы там учитесь. Вы научились считать до трех, потому что медведя три. Вы вводите ребенку понятие больше-меньше средней. Потому что в течение всей сказки три животных имеют такого размера и все вещи соответствуют этому размеру. Третье. Своя. Это очень-очень важный скрытый смысл в этой сказке. Почему возмутились-то медведи, когда они пришли? Не то, что к ним гость пришел нежданный, негаданный, не то, что это человек, а то, что она тронула чужие вещи. Чужие трогать нельзя. Более того, даже внутри семьи у каждого своя ложка, своя чашка, свой стул. Все сделано по размеру, чтобы все было удобно. Ведь очень часто примеряют на себя взрослые вещи. Это заложено внутри нас. Но эта сказка учит, что у тебя должно быть все свое. Это приучает к гигиене. Это приучает к тому, что чужое трогать нельзя. И что любое, чьи вещи ты тронешь, может превратиться в сурового медведя. Некоторые сказки кажутся, что очевидно, чему учат. Это теремок. Но вот казалось бы, вы учите счеты, вы учите понятиям животных. А что еще вы узнаете из этой сказки? Из этой сказки вы узнаете вообще принцип строительства дома. Вот как должен быть построен дом, чтобы все в нем предусмотреть и чтобы все в нем поместились. Есть разные варианты окончания сказок. Вы не задумывались, почему? Почему в каком-то сказке сказка заканчивается тем, что медведь все разрушил? А в некоторых вариантах сказки почему-то заканчивается тем, что медведь извинился и достроил теремок. И они построили новый теремок, в котором все хорошо продумано и обустроено. Вот какая из этих версий вам кажется правильной? И какую вы рассказываете своему ребенку? Сказка воспитывает. Никто с этим не будет спорить. Почему, например, в гусе-лебедях девочка побежала за своим братом спасать его? Потому что она была в ужасе, что родители заругают. И она их ослушалась. И раз она виновата, то и она должна все исправить. Посмотрите, сколько в этом смысла. В послушании, в том, что вину свою нужно загладить. И что ты должен исправить, если ты что-то сделал не так. Есть разные версии этой сказки. И мне тоже все время интересно, насколько они глубокие и разному учат. Например, версия, когда девочка прибегает к яблони и к печке и просит ее о помощи. Она сначала отказывает и хочет убежать. Но она потом как будто пожалеет. Видно, пожалеть тебя придется. И только после этого что-то делает. Но есть другая версия, что когда она бежит и проходит мимо вот этих всех яблонь, печки и реки, она не помогает. И говорит такие слова, например, у меня дома красные-то яблочки не едятся садовые, а тут зеленые, которые я должна сорвать. И убежала. То есть она не помогла. Тут какие-то ржаные пироги, а дома-то и пшеничные не едятся. Неужели я это буду есть? Совсем два разных смысла в одной и той же сказке. В первой сказке, видно, пожалеть тебя придется девочка добрая, жалостливая. И ей помогают, потому что она помогла. А во второй сказке совсем другой смысл. То, чего ты не ценишь. Простое яблочко, простой ржаной хлеб. Он тебе понадобится. Когда с тобой беда, когда с тобой что-то случается. И ты начинаешь ценить даже это. А когда у тебя избыток и богатство, то ты не можешь оценить ржаного хлебушка, простую корочку. Ты скажешь, фи, да? Особенно дети, которые не умеют это ценить. А вот уже когда ты преодолеешь какие-то препятствия, когда ты столкнешься с реальной бедой, когда ты бежишь и тебе нужна помощь, то ты уже не побрезгуешь ни черным хлебушком, ни зеленым яблочком, ни простым кисельком. И эта версия мне в чем-то больше нравится, потому что именно она закладывает внутрь тебя этот смысл, который сначала взрослый не может объяснить. Ну, трудно объяснить такую вот жизненную ситуацию, с которой ты столкнешься. Но когда ты с ней столкнешься, только через такие сказки можно объяснить, что есть ценность и что стоит ценить. И одна из таких сказок «Курочка ряба». Деревенский житель держит курочку для того, чтобы она снесла ему простые яйца. Из них можно покушать, цыпляток вывезти. Вот ценность для простого человека – это самые простые вещи. И простое его куриное яичко. А золотое, оно не приносит никакой цели, потому что оно в руках человека, который трудится, который живет обыкновенным бытом, оно не несет никакой ценности. И из этой притчи можно сделать одночасовое видео, где каждое слово разобрать и столько символизма. Но этого не стоит сделать, потому что каждый, прочитав вот этот вот абзац, долго-долго, читая только своим детям, начнет понимать, а какой скрытый смысл заложился во мне, когда я читала эту сказку. Ценю ли я так золото, как о простой обыкновенной яйцо? Ценю ли я так жизнь? Бедные бабы с дедом, почему они так расстраиваются? В основе всех русских сказок – это семья. Крепость семьи – это прям вот основа, и она проходит по всем сказкам. Ведь нет ни одного разведенного в русской сказке. Все живут семьей, все семьи крепкие. И беда самая большая – это когда кто-то воспитывает не своих детей. Особенно если это женщина, и у нее вот вдруг неродная дочь – это прям беда-беда. Но тем не менее, все равно живут семьи, и, как правило, муж в этой отношении, вдовец, он был вынужден жениться второй раз. И вот когда он женился второй раз, беда от этого случается, потому что особенно если есть еще у него от первого брака дети. Задумайтесь над этим хорошенько. Хрошечка, хаврошечка, морозка. Какие еще сказки приходят вам на ум, когда сиротинушка, она вынуждена при живом оттерпеть и быть нелюбимой, и выполнять всю работу по дому? Ну, такое суженное, суженый, суженая. Это тот или та, который сужден тебе судьбой. Знать, судьба твоя такая. Бери. То есть вот судьба тебе быть с этим человеком, и не стоит менять свою судьбу. Если ты уж выбрал себе суженного, если судьба тебе послала этого суженного, всю жизнь ты будешь с этим суженным и жить, даже если это лягушка. Что нужно делать, чтобы сказки продолжали жить? Их нужно продолжать рассказывать своим детям. Ведь они выжили, когда их не печатали, не писали. Они оттачивались устно и передавались от человека к человеку, просто пересказом. Но сейчас во времена печатного слова, когда можно прочитать, почему-то все меньше и меньше читают именно сказки, самые-самые древние. А ведь видите, сколько в них заложено. Поэтому ищите хорошие сказки. И ведь не случайно те образы, которые в русских сказках, они настолько сильны, что их для того, чтобы что-то изменить в нашем сознании, очень часто используют. Но, например, вы не задумывались никогда, почему на картине «Три богатыря» Воснецова Алёша, Попович и Добрыня, а, например, не Святогор? Очень много споров было, когда вышла эта картина, почему именно так Воснецов нарисовал. А сейчас у нас этих споров нет. Вот так вот. Вот что такое сильные образы? Или, например, Дед Мороз. Откуда он же взялся? Он взялся из русских сказок. Но он взялся советскими идеологами, которые немножко подработали старого Деда Мороза из русских сказок. Гуси молода, из тебя вся худоба. Худой, значит, больной, плохой, нехороший, некрасивый. И поэтому сейчас подменились понятия. Все стремятся к худощавости. И уже у них нет отторжения образа Кощея. Можно чаще читать эту сказку. Вообще в русских сказках нет культа красоты, поклонения красоте. Для того, чтобы быть героиней сказки, нужно быть прекрасной. А это не то же самое, что просто красивой. Лучше всего быть премудрой или Марией, искусницей. Скажите, это совершенно другой образ. И вообще от красоты случаются беды. Если ты красивая, то ты попадешь в плен Кощею. Та еще себе перспективка. А еще свою прекрасную и премудрую в русских сказках нужно добиться. Нужно совершить какой-то подвиг ради того, чтобы ей обладать и быть ей достойным суженным. Краса русская коса. Где там мои русские косы? Нет уже русских кос. Значит, нет красоты. Вообще волосы должны были всегда быть прибранные у русской красавицы. И мне все время странно, почему Аленушка сидит у Васнецова с распущенными волосами, а простоволосилась. Мы не считаем сказки какой-то фантастикой. Абсолютно верится, что Третьевятое царство, оно где-то существует. Потому что ведь существует же остров Салтана. Оно действительно реально существует, так как описал его Пушкин. Поэтому все, что Вы видите, все, что Вы читаете, имеет значение. Если Вы хотите воспитать ребенка с уважением к старшим, воспитанного, чтобы он уважал природу, чтобы он относился к животным как к священным помощникам. Очень много еще осталось вопросов. Если Вы возьмете каждую сказку и сами начнете задавать по ней вопросы, то Вы сами удивитесь, когда начнете искать ответы на эти вопросы, как глубоко в историю Вы проникнете. И, кстати, на канале Позитивные идеи, где я рассказываю про домохозяйство и вообще все позитивное, что меня окружает, я сделала тему про сказку «Золотая рыбка». В таком формате взгляда взрослого человека на обычные сказки. Вот напишите мне, пожалуйста, понравилось Вам в таком формате? И есть ли у Вас еще запросы к другим сказкам? Посмотреть на них со взрослого взгляда, с критического, так как я сделала это, со сказкой «Золотая рыбка». Внизу я оставлю ссылку в описании, если Вы ее не посмотрели. И внизу будет ссылка на канал «Позитивные идеи», на который тоже стоит подписаться. Там много очень полезного и интересного. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!